Говорит Москва, говорит Красная площадь, говорит Красная площадь, пролетарии всех стран, соединяйтесь! Да здравствует 22-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции в СССР! Итак, несколько минут остается до начала парада, всего несколько минут, а писать эти минуты невозможно. Красная площадь притихла, сосредоточилась, почти прекратилось всякое движение на ней, только ветер развивает боевые знамена воинских частей. КОНЕЦ Десять раз бьют часы Кремля, и вот из Спасских ворот на коне выезжает бывший луганский слесарь, народный комиссар, любимец народа Клим Ворошилов. Ворошилов, имя его, как символ благородства и могущества Красной Армии, кремело на равнинах и в горах Украинского и Белорусского фронта. Маршал Ворошилов направляется к центру площади. Навстречу ему движется маршал Гудённый. Слушайте рапорт командующего парада. Продолжение следует... АПЛОДИСМЕНТЫ На трибуну подымается великий вождь, учитель народов, наш товарищ, наш друг Иосиф Сталин. На трибуне рядом с товарищем Сталином мы видим товарищей Молотова, Капановича, Андреева, Микояна, Берия, Шверника, Димитрова, Маленкова, Шкирятова, Булганина, Щербакова, Вышинского, Ярославского. Народный комиссар обороны объезжает ряды войск, построенные для парада. Товарищ Ворошилов здоровается с войсками, поздравляет бойцов и командиров с великим праздником. Бойцы-призов радостно отвечают своему наркоманию. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Раскаты приветствий отдаляются, стихают. Народный комиссар обороны, товарищ Ворошилов, едет к частям, построенным в улицах и на площадях, примыкающих к Красной площади. Сейчас площадь неподвижна, она ждет возвращения товарища Ворошилова. Освобожденные братья Западной Белоруссии и в Западной Украине, вы жили рядом с нами, совсем близко, на берегах одних и тех же рек. Но вы жили в другом мире, в горестном мире, нужды и бесправия. Сейчас вы будете слушать голос того, кто стоит во главе Красной Армии, вернувший вам мир, счастье, справедливость и радость свободного труда. Товарищ Ворошилов возвращается на Красную площадь. Войска и гости приветствуют его. Товарищ Ворошилов в центре площади. Вот он поравнялся с трибуной, сошел с коня. В несмолкаемом гуле приветствий товарищ Ворошилов поднимается на трибуне. Товарищ Ворошилов на трибуне. Сейчас он здоровается с руководителями партии и правительства. Включаем микрофон, установленный на трибуне. Слушайте речь сталинского наркома, товарища Ворошилова. Редактор субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Возвращались огромные успехи социалистического земледелия и ее блестящие, прямо-таки головокружительные, недалекое будущее. Сахановское движение и ударничество на всех участках социалистического хозяйства показывает великолепные образцы новых методов социалистического труда. Она захватила в свою орбиту десятки тысяч новых борцов сахановцев и продолжает расти дальше. Как следствие успеха в социалистической промышленности и сельского хозяйства повысилось благосостояние всего нашего народа. Ярким подтвердением сказанному служат замечательные, разносторонние, трудноподдающиеся учету успеха в деле культуры, науки и искусства. Только при социализме, только народ-хозяин своей жизни смог обеспечить столь быстрый рост и расцвет социалистической культуры, науки и искусства. Наш многонациональный народ с каждым годом становится все более культурным, все более развитым, политически зрелым и умнейшим народом на земле. Советская страна без экономических кризисов и безработицы этих бичей трудящихся капиталистического мира экономически сильна и независима. Истекший год был годом способен острых международных конфликтов и чрезвычайных событий. Дальновиднее внешняя политика правительства под испытанным руководством главной партии Ленина-Сталина предохранила советское государство от войны, которой сейчас захвачены самые большие государства Европы и Азии. Своевременно заключенный Советским Союзом в Германии пакт о ненападении предупредил возможность войны с нею и лишил тем самым удовольствия некоторых любителей загребать жар чужими руками. Наша страна соблюдает нейтралитет и ведет свою неизменную, единственно правильную политику, политику мира. Однако не все зависит от нашего правительства. Мы находимся в окружении капиталистических стран, поэтому всегда по переживающим моменты особенно должны быть бдительными и ко всему готовыми. Советское правительство зорко следит за международными событиями и своевременно и должным образом на них реагирует. 17 сентября правительство отдало распоряжение главному командованию Красной Армии дать приказ войскам перейти в бывшую и польскую границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Беларуси. Выступая в этот день перед всей страной, глава правительства товарищ Молотов сказал «Правительство выражает твердую уверенность, что наша рабочая крестьянская Красная Армия покажет и на этот раз свою боевую мощь, познательность и дисциплину, что выполнение великой освободительной задачи она покроет новыми подвигами, героизмом и славой». Теперь все знают, что Красная Армия свою задачу выполнила в точном соответствии с полученными ею заданиями правительства. Трудящиеся Западной Украины и Западной Беларуси освобождены и, воссоединимшись со своими братьями Советской Украины и Советской Беларуси, являются уже полноправными гражданами Советского Союза. Части Красной Армии сравнительно легко выполнили свои задачи. В течение нескольких дней Западной Украины и Западной Беларуси были целиком очищены от войск боевской польки. На освободенных землях Западной Украины и Западной Беларуси был установлен гордый порядок и революционные законы. Войска Украинского и Беларусского фронтов, выполняя волю своей правительства и приказы командования, проявили неиссякаемую энергию, большую инициативу, маневренную подвижность и, разумеется, беззаветную храбрость и доблесть. Преданность бойцов, командиров, начальников, комиссарных политработников в делу Ленина Сталина, своей родине и безграничной любовь к своему великому Сталину были и являются стимулом добрости Красной Армии, которая не может не быть славной, которая всегда будет несокрушимо, непобедима. Действующие войска за несколько дней до выступления были пополнены рядовым и начальствующим составом, призванным из запаса. И, невзирая на краткость строков развертывания частей, бойцы иначе состав запаса на деле показали себя превосходным. Они так же храбро, умело и самоотверженно бились в строгон, как и войска кадров. Я не сомневаюсь, что сегодня, в день нашего великого праздника, весь советский народ с благодарностью вспомнит бойцов, командирам, начальникам, комиссару и политработников славных украинско-белорусских фронтов, которые счастью выполнили свою задачу и покрыли свои красные славяна новой славой. Красная армия сейчас находится на мирном положении, но она неустанно, как и раньше, ведет большую работу по боевой и политической подготовке. Каждый командир, политработник и боец хорошо знает, что только отличный владенец своим оружием, умением пользоваться в условиях современно сложного боя, что только высокая политическая грамотность могут обеспечить Красной армии, нашему государству, мир и свободный труд народов, а в случае войны нужную победу. Эти неоспоримые истины в этом году были снова делом проверены не только при освобождении Западной Украины, Западной Белоруссии, но и боями в далекой Монголии на реке Халкингол. Там, на Халкинголе, наши доблестные красные воины показали лучшие образцы подлинной доблести, героизма и беспредельной преданности своей родине и делу Ленина-Сталина. Они шли в бой с именем великого Сталина на устах и победили врагов. Заключенные советским правительством договора о взаимопомощи с Эстонией, Латвией и Литвой улучшили стратегические позиции как нашего государства, так и подписавших эти договора стран. Наши войска, расположенные согласно договору в Эстонии, Латвии и Литве являются только передовыми заслонами на подступах к этим странам и Советскому Союзу. Но советские войска ни при каких обстоятельствах не будут вмешиваться во внутреннюю жизнь суверенных эстонской, латвийской, литовской республик. Международная обстановка в данное время представляет собой запутанный и кровавый клубок. Империалистическая война на Западе явилась кровавым дополнением в такой же империалистической войне на Дальнем Востоке. Подожженные империалисты мир горит с двух сторон. Самые большие государства Европы и Азии ввязались в войну, с помощью которой пытаются разрешить неразрешимые задачи, отживающие свой век капитализма. Благодаря правильной внешней политике нашего правительства и Центрального комитета партии наш народ избавлен от войны. Это наше великое счастье. Но никто из нас не имеет права забывать, что правильная, мудрая внешняя политика правительства будет тем успешнее, чем сильнее будет государство, чем могущественнее будет Красная Армия и военно-морской флот. Поэтому все трудящиеся союза обязаны много и хорошо работать, чтобы наша страна была еще более богатой, еще более культурной, а потому и непобедимо сильной. Мы не принимаем участие в войне, но мы должны быть всегда бдительными и зорко следить за проходящими событиями. Красная Армия и военно-морской флот будут постоянно в боевой готовности. Наша страна не будет застегнута в расход никакими событиями. Клоним наши знамена перед светлой памятью наших братьев, доблестных борцов, павших за дело Ленина-Сталина. Да здравствует 22-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Да здравствует могущественный советский народ. Да здравствует освобожденные народы Западной Украины и Западной Белоруссии, полноправные граждане Советского Союза. Да здравствует наша непобедимая славная Красная Армия и военно-морской флот. Да здравствует партия Ленина-Сталина. Да здравствует наш великий и мудрый Сталин. Ура! Да здравствует партия Ленина-Сталина. Ленина-Сталина. Торжественные марши Вы слышите? Раздается команда и повторенная командирами подразделений прокатывается по Красной площади. Торжественные марши Торжественные марши Торжественные марши Здравствуй, любимица наша, защитница нашего счастья, Красная Армия. Четок, стремителен, грозен твой шаг. Идет Армия, дочь народа, счастье народа. Каждый из нас в любую минуту готов вступить в ее ряды. Идет Красная Армия, и 183 миллиона советских граждан глядят на ее марш, слушают его стойной ритм и говорят, мы спокойны, мы спокойны за свое счастье, его бережет Красная Армия. Первым вступил на Красную площадь сводный полк начальствующего состава Центральных управлений Народного комиссариата обороны СССР. Начало столичного парада это самые яркие минуты праздника Великой Октябрьской революции. В эти минуты по Красной площади проходят военные академии рабоче-крестьянской Красной Армии. Первый возглавляя парад, на Красную площадь вступает военная академия механизации и моторизации РКК имени Йосипа Виссарионовича Сталина. На Красную площадь вступила старейшая из всех военных академий Краснознаменная и Ордена Ленина, военная академия РКК имени Михаила Васильевича Фрунзы. На Красной площади появляется колонна военно-воздушной Ордена Ленина Академии РКК имени Жуковского. Парадные синие шинели с грубыми петлицами, парадные украшенные золотыми эмблемами военной авиации фуражки и белые перчатки придают колонии исключительный эффектный и торжественный вид. Спаянная в едином стальном маршевом ритме, одетая в красивую морскую форму, приближается к Красной площади делегация моряков-пограничников, охраняющих морские и речные рубежи необъятной страны социализма. Трудящиеся, заполняющие трибуны восторженно следят за прохождением дивизии. Это зрелище говорит им о мощи Красной Армии, о красоте и силе, их братьев и сыновей. Слава веет над дивизией, носящей имя Москвы. Великий город дал ей свое имя, и она достойно оправдывает эту честь. Да здравствует наша родная Красная Армия, могучий оплот мирного труда народов, СССР, верный страж завоеваний Великой Октябрьской социалистической революции. Широкой колонной проходят по Красной площади вооруженные отряды трудящихся столицей. Слушайте, этот сокот копыт приближается к коннице. Вот она влетает на площадь. Сильные кони, мелькает сбруя. Шеренги на рисях проносятся мимо Бавзолея. По 18 бойцов в ряду. Красная кавалерия, народ окружает ее любовью. Вид Красного кавалериста восхищает, радует глаз. Боевой кони всадник, сколько в этом романтики. Когда мы видим Красную кавалерию, мы вспоминаем славные подвиги первой конной. Летят тачанки по четыре в ряд. Их ведет товарищ Есипов, лейтенант на вороном коне. Тачанки, какая быстрота, какой порыв. Это картина лихого наскока, внезапного удара, быстрой победы. Первая конная создала героев. В боях, в быстрых передвижениях, в огне и буре рождался военный талант. Будущих полководцев Красной армии из рядов первой конной вышел товарищ Тимошенко. Когда Красная армия перешла границы бывшей Польши, чтобы освободить Западную Белоруссию и Западную Украину, товарищ Тимошенко командовал Украинским фронтом. Неудержимой лавой текут через Красную площадь колонны войск непобедимой Красной армии. Рысью проносится конная артиллерия. Колонны конных артиллеристов возглавляет на своих вороных боевых конях капитан Асин. Только что прошли по площади живописные колонны велосипедистов. В зеленых, синих, пунцовых костюмах проплыли велосипедисты по Красной площади, встреченные приветствиями трибун. За велосипедами промчались ряды мотоциклов, вооруженных пулеметами. Сейчас на Красную площадь вступила моторизованная пехота. Красную площадь сотрясает пул моторов, гром гусениц боевых машин грозной механизированной артиллерии. Все присутствующие сейчас на Красной площади обращают свои взгляды к историческому и кремлевскому проездам. Оттуда слышен нарастающий гунь. Колонны орудий, не доходя до трибун, сливаются в единый мощный поток. Орудия идут по шесть в ряд. Их много. Они заполняют всю огромную красную площадь. Гул и рокот все более нарастают. С улицы 25 октября в год во в ряд выходят сверхмощные дальнобойные орудия. Они идут уверенно и солидно. Их появление вызывает на трибунах громкие аплодисменты. Грозные орудия везут мощные тракторы. Внушительное зрелище представляет движущаяся через Красную площадь боевая техника Красной армии. Она выражает железную силу, броневую мощь советского народа, его стальную непобедимость. В Красную площадь вступили танки. Нет, первые из них ворвались на простор площади, молниеносно пронесшись мимо трибун. Затаив дыхание, восхищенные люди следили за огромной скоростью первого танка, за тем, как из люка показался человек в кожаном шлеме. Человек этот поднял над своей головой знамя, расшелестевшее на ветру. Танк буквально промелькнул по площади. Идут танки. На ходу они как бы вырастают. Появляются средние, затем большие танки, гремящие огромными гусеницами по площади. А с другой стороны исторического музея два новых механических потока. Это броневые автомобили. Сначала небольшие, вооруженные пулеметами, а потом весьма солидные машины с пулеметами и пушками. Капитан Беляков ведет в колонну броневых машин. Броневики исчезают. Появляются снова колонны танков. Команды танков показывают четкую, безупречную работу и умение вести боевые машины. Хороши советские танки. Но особенно хороши и могучи они от того, что ведут их замечательные люди, прекрасные танкисты, славные патриоты-сталинцы. Завершая могучий парад, сверкая серебром и медью труб, от исторического музея к центру площади движется сводный оркестр. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ